История с накопительной площадкой промышленных отходов в районе Турлатова длится уже с 2011 года. В 2013 областной суд постановил, что утилизация и хранение каких-либо отходов здесь запрещена. Между тем, экологи продолжают фиксировать попадание химических отходов в реку Листвянку. Речь идет об обследовании территории бывшего завода «Химволокно». С инспекции на территорию бывших очистных сооружений завода отправилась комиссия, в которую входят правоохранители, надзорные органы, представители Общероссийского народного фронта. Именно последние обратились в природоохранную прокуратуру Рязанской области, Росприроднадзор и руководство региона с просьбой закрыть полигон рискованных отходов в Турлатове. Ежедневно сюда прибывает от 5 до 15 большегрузов с аварийно-опасными химическими веществами. Каждый день сюда ходят машины, привозят серную кислоту, концентрированную, отработанную, 77%. Это второй класс опасности. Можете посмотреть на карте Google или Яндекс, или съемки с квадрокоптера. Там в 50 метрах в одной канал – это исток реки Листвянка. Массивный забор, колючая проволока и камеры видеонаблюдения. Объект надежно защищен от посторонних. Но с высоты птичьего полета отлично видно, что происходит по ту сторону высокого забора. Дорога наезжена больше. Вот сейчас я вам покажу. Справа от этих ванночек. Здесь вот что-то выбрашивает и, походу, разравнивает. Результаты проб воды, воздуха и почвы с полигона промышленных отходов будут известны не раньше, чем через 10 дней. Нарушения природоохранного законодательства здесь фиксировали не раз. С 2009 года на полигон незаконно было завезено более тысячи тонн пестицидов, яда химикатов и нефтепродуктов. Все проведенные отборы проб подтверждали, что полигон наносит колоссальный экологический урон окружающей среде. И для никого не секрет, что от деятельности Турлатовского полигона страдает огромнейшее количество людей. Марина Комиссарова, Алена Куколева, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».